Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Вы здесь, потому что такого был договор. Это правда. Но у вас могло бы и не получиться прийти. Вы могли бы решить не делать этого. Но вы выбрали быть здесь, чтобы эта книга попала вам в руки, в назначенный час, в назначенном месте. Спасибо вам. Если вы взяли её в руки случайно, даже не задумываясь, что вы делаете и почему, кое-что может показаться вам загадочным, и поэтому надо дать некоторые разъяснения. Начнём у вас с чего? Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта книга вошла в вашу жизнь в нужное время и в нужный момент. Пока вы можете этого не знать, но когда испытаете всё, что отпущено вам судьбой, будете знать об этом в точности. Нет ничего случайного, и появление этой книги в вашей жизни не исключение. Здесь то, что вы долгое время искали, к чему стремились. Здесь то, что является вашим очередным, а для некоторых, возможно, и первым, настоящим контактом с Богом. И это есть контакт. И он настоящий. Бог хочет по-настоящему беседовать с вами через меня. Несколько лет назад я бы не сказал этого. Сейчас я говорю это, ибо такой диалог у меня состоялся, и теперь я знаю, что такое возможно. И это не просто возможно. Такое случается постоянно. Именно это и происходит прямо здесь, прямо сейчас. Важно, чтобы вы поняли, вы сами отчасти вызвали это событие. Сами стали причиной того, что в данный момент вы держите в руках эту книгу. Причина всех событий в нашей жизни лежит в нас самих. И мы все являемся сотворцами, с единым великим творцом в создании каждого обстоятельства, обуславливающего эти события. Мой первый опыт разговора с Богом состоялся в 1992-1993 годах. Я написал сердитое письмо к Богу, в котором спрашивал его, почему моя жизнь давным-давно превратилась во что-то вроде памятника борьбе и поражению. Во всем, от любовных отношений до карьеры, отношений с детьми, здоровья, во всем я не испытывал ничего, кроме борьбы и неудач. В письме к Богу я требовал объяснить, почему так происходит и что нужно для того, чтобы наладить жизнь. К моему удивлению, на это письмо я получил ответ. Каким образом это произошло и что это были за ответы, описано в книге, изданной в мае 1995 года, под названием «Беседа с Богом», книга первая. Возможно, вы уже слышали о ней. Может быть, даже читали. Если это так, для вас нет необходимости читать большое вступление к этой книге. Если же с первой книгой вы не знакомы, мне хотелось бы, чтобы это случилось. Там подробно описывается, как все это началось, и даются ответы на многие вопросы, имеющие отношение к нашей личной жизни. О деньгах, любви, сексе, боге, здоровье, болезнях, питании, взаимоотношениях, о хорошей работе и о многих других аспектах нашего повседневного опыта, которые не затрагиваются здесь. И если бы я просил Бога дать единственный дар миру в наше время, то это была бы просьба о той информации, которая передана в книге первой. И на самом деле, Бог уже сделал этот дар. Поэтому я надеюсь, что, прочитав эту книгу, а может быть и раньше, вы решите прочитать и первую. Это вопрос выбора. Выбора, который привел вас и к этим вот словам, и вообще к любому вашему опыту. Первые абзацы книги второй были написаны в марте 1996 года, чтобы дать краткое вступление к последующей информации. Как и в книге первой, процесс, посредством которого ко мне поступала информация, был очень простым. На чистом листе бумаги я обычно записывал вопрос, любой вопрос. Обычно это был первый вопрос, который приходил мне на ум. Я не успевал дописать вопрос, как ответ уже обычно формировался в моей голове, как будто кто-то шептал мне его на ухо. Я писал под диктовку. Весь материал этой книги, за исключением нескольких вступительных строк, был записан приблизительно за один год, начиная с весны 1993. Сейчас я хотел бы представить его вам в том виде, в каком я его получил. Сегодня пасхальное воскресенье 1993 года. Я здесь, как мне было сказано, с карандашом в руке, с блокнотом и готов приступить к делу. Наверное, я должен сказать вам, что Бог попросил меня быть здесь. Мы договорились о свидании. Сегодня мы приступаем к книге второй. Второй книге трилогии, которую мы пишем вместе. Бог, я и вы. Я еще не знаю, о чем будет эта книга и не знаю даже, какие вопросы мы в ней затронем. Потому что в моей голове нет плана этой книги. Его и не может быть. И не я решаю, что в нее войдет. Решает Бог. Сегодня ровно год с тех пор, как Бог начал со мной диалог в пасхальное воскресенье 1992 года. Я понимаю, что это звучит нелепо, но все случилось именно так. Недавно тот диалог закончился. Я получил указание отдохнуть. Но еще мне было сказано, что свидание, во время которого мне следует вернуться к разговору, уже назначено. Вам тоже назначено свидание. И вот вы на него пришли. Я уверен, что эта книга пишется не только для меня, но и для вас через меня. Очевидно, вы долго искали Бога и хотели услышать Слово от Бога, как и я. Сегодня мы обретем Бога вместе. Это всегда самый лучший способ. Вместе. Порознь мы Бога никогда не найдем. Я имею в виду два аспекта. Я хочу сказать, что мы не обретем Бога, пока мы врозь. Ведь первый шаг к пониманию, что мы не обособлены от Бога, состоит в том, чтобы обнаружить, что мы не обособлены друг от друга. Пока мы не поймем и не осознаем, что мы все одно, мы не поймем и не осознаем, что мы, Бог, тоже одно. Бог не обособлен от нас. Так было всегда. Нам только кажется, что мы сами по себе, а Бог сам по себе. Это типичное заблуждение. Мы также думаем, что отделены друг от друга. Поэтому я открыл, что самый быстрый путь обрести Бога, это обрести друг друга. Перестать прятаться друг от друга. И, конечно, перестать прятаться от самих себя. Самый быстрый способ перестать прятаться, говорить правду. Всем. Всегда. Начни говорить правду прямо сейчас и никогда не переставая делать это. Для начала говори правду о себе о себе. Потом правду о себе о другом. Затем правду о себе другому. Потом правду о другом о нем самом. Наконец, говори правду о всем обо всем. Это пять уровней говорения правды. Это пятиступенчатый путь к свободе. Истина действительно сделает вас свободными. Это книга об истине. Не о моей истине. Об истине Бога. Наш с Богом первый диалог закончился месяц назад. Я думаю, что нынешняя беседа будет происходить таким же образом. То есть, я задаю вопросы, а Бог отвечает. Пожалуй, я прервусь и спрошу Бога прямо сейчас. Бог, все будет происходить именно так? Да. Так я и думал. Разве что в этой книге я затрону некоторые темы сам. Без твоих вопросов. Как ты помнишь, в первой книге такое было нечасто. Это так. Зачем тебе нужен такой поворот здесь? Потому что эта книга пишется по моей просьбе. Это я попросил тебя быть здесь, как ты уже сказал об этом. А первая книга была проектом, который ты начал сам. Относительно первой книги у тебя заранее были подготовлены вопросы. Сейчас у тебя нет предварительного плана, кроме исполнения моей воли. Да, это верно. И это не очень хорошее дело. Надеюсь, ты часто будешь следовать этому, как и другие люди. Но я думал, что твоя воля – это и моя воля. Как же можно не исполнять твою волю, если это и моя воля? Это сложный вопрос и неплохое начало. Неплохое начало для нашего диалога. Давай вернемся немного назад. Я никогда не говорил, что моя воля – это и твоя воля. Да нет же, ты говорил. В первой книге ты очень четко сказал – твоя воля есть моя воля. В самом деле, но это не одно и то же. Рази, ты дурачишь меня? Когда я говорю, твоя воля есть моя воля, это не то же самое, что сказать «моя воля есть твоя воля». Если бы ты всегда исполнял мою волю, то тебе ничего больше не требовалось бы делать, чтобы достичь просветления. Процесс был бы завершен. Ты уже был бы там. Исполняя лишь мою волю и ничего другого в течение хотя бы одного дня, ты бы достиг просветления. Если бы ты исполнял мою волю в течение всех лет своей жизни, тебе не было бы необходимости вовлекаться сейчас в процесс написания этой книги. «Очевидно, что до сих пор ты не исполнял мою волю. Фактически большую часть времени ты даже не знал мою волю». «Не знал?» «Нет». «Тогда почему ты не говорил мне о ней?» «Я говорил, но ты не слушал. А если и слушал, то в сущности не слышал. А когда ты слышал, ты не верил тому, что ты слышал. А когда ты верил тому, что ты слышал, ты все равно не следовал указаниям. Поэтому сказать, что моя воля есть и твоя воля, это явно неправильно». С другой стороны, твоя воля есть и моя воля. Во-первых, потому что я знаю ее. Во-вторых, потому что я принимаю ее. В-третьих, потому что одобряю ее. В-четвертых, потому что я люблю ее. В-пятых, потому что я обладаю ею и называю ее своей собственной. Это значит, что у тебя есть свободная воля поступать так, как ты хочешь. А я твою волю делаю моей благодаря бескорыстной любви. И чтобы моя воля была и твоей, тебе надо делать то же самое. Во-вторых, ты должен знать ее. Во-вторых, принимать ее. В-третьих, тебе надо одобрять ее. В-четвертых, ты должен ее любить. Наконец, тебе нужно считать ее своей собственной. За всю историю вашей расы лишь единицы исполняли это последовательно. Горско других поступали так почти всегда. Многие в основном так и делали. Основная масса людей делали это время от времени. И практически каждый поступал так в редких случаях, хотя некоторые не делали этого совсем. Какой категории отношусь я? Разве это имеет какое-то значение? В какой категории ты хочешь быть, начиная с этого момента? Не этот ли вопрос здесь уместен? Да. И каков твой ответ? Я бы хотел быть в первой категории. Я бы хотел постоянно знать и исполнять твою волю. Это похвально, достойно одобрения. Но, пожалуй, невозможно. Почему? Потому что тебе надо еще очень много расти, прежде чем ты сможешь претендовать на такое. Вы здесь, потому что такого был договор. Это правда. Но у вас могло бы и не получиться прийти. Вы могли бы решить не делать этого. Но вы выбрали быть здесь, чтобы эта книга попала вам в руки, в назначенный час, в назначенном месте. Спасибо вам. Если вы взяли ее в руки случайно, даже не задумываясь, что вы делаете и почему, кое-что может показаться вам загадочным. И поэтому надо дать некоторые разъяснения. Начнем вы с чего? Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта книга вошла в вашу жизнь в нужное время и в нужный момент. Пока вы можете этого не знать, но когда испытаете все, что отпущено вам судьбой, будете знать об этом в точности. Нет ничего случайного. И появление этой книги в вашей жизни не исключение. Здесь то, что вы долгое время искали, к чему стремились. Здесь то, что является вашим очередным, а для некоторых, возможно, и первым, настоящим контактом с Богом. И это есть контакт. И он настоящий. Бог хочет по-настоящему беседовать с вами через меня. Несколько лет назад я бы не сказал этого. Сейчас я говорю это, ибо такой диалог у меня состоялся, и теперь я знаю, что такое возможно. И это не просто возможно. Такое случается постоянно. Именно это и происходит прямо здесь, прямо сейчас. Важно, чтобы вы поняли. Вы сами отчасти вызвали это событие. Сами стали причиной того, что в данный момент вы держите в руках эту книгу. Причина всех событий в нашей жизни лежит в нас самих. И мы все являемся сотворцами, с единым великим творцом создания каждого обстоятельства, обуславливающего эти события. Мой первый опыт разговора с Богом состоялся в 1992-1993 годах. Я написал сердитое письмо к Богу, в котором спрашивал его, почему моя жизнь давным-давно превратилась во что-то вроде памятника борьбе и поражению. Во всем, от любовных отношений до карьеры, отношений с детьми, здоровья, во всем я не испытывал ничего, кроме борьбы и неудач. В письме к Богу я требовал объяснить, почему так происходит и что нужно для того, чтобы наладить жизнь. К моему удивлению, на это письмо я получил ответ. Каким образом это произошло, и что это были за ответы, описано в книге, изданной в мае 1995 года под названием «Беседа с Богом». Книга первая. Возможно, вы уже слышали о ней. Может быть, даже читали. Если это так, для вас нет необходимости читать большое вступление к этой книге. Если же с первой книгой вы не знакомы, мне хотелось бы, чтобы это случилось. Там подробно описывается, как все это началось, и даются ответы на многие вопросы, имеющие отношение к нашей личной жизни. О деньгах, любви, сексе, боге, здоровье, болезнях, питании, взаимоотношениях, хорошей работе и о многих других аспектах нашего повседневного опыта, которые не затрагиваются здесь. И если бы я просил Бога дать единственный дар миру в наше время, то это была бы просьба о той информации, которая передана в книге первой. И на самом деле, Бог уже сделал этот дар. Поэтому я надеюсь, что, прочитав эту книгу, а может быть и раньше, вы решите прочитать и первую. Это вопрос выбора. Выбора, который привел вас и к этим вот словам, и вообще к любому вашему опыту. Первые абзацы книги второй были написаны в марте 1996 года, чтобы дать краткое вступление к последующей информации. Как и в книге первой, процесс, посредством которого ко мне поступала информация, был очень простым. На чистом листе бумаги я обычно записывал вопрос, любой вопрос. Обычно это был первый вопрос, который приходил не на ум. Я не успевал дописать вопрос, как ответ уже обычно формировался в моей голове, как будто кто-то шептал мне его на ухо. Я писал под диктовку. Весь материал этой книги, за исключением нескольких вступительных строк, был записан приблизительно за один год, начиная с весны 1993-го. Сейчас я хотел бы представить его вам в том виде, в каком я его получил. Сегодня пасхальное воскресенье 1993-го года. Я здесь, как мне было сказано, с карандашом в руке, с балакнотом, и готов приступить к делу. Наверное, я должен сказать вам, что Бог попросил меня быть здесь. Мы договорились о свидании. Сегодня мы приступаем к книге второй. Второй книге трилогии, которую мы пишем вместе. Бог, я и вы. Я еще не знаю, о чем будет эта книга, и не знаю даже, какие вопросы мы в ней затронем. Потому что в моей голове нет плана этой книги. Его и не может быть. И не я решаю, что в нее войдет. Решает Бог. Сегодня ровно год с тех пор, как Бог начал со мной диалог в пасхальное воскресенье 1992-го года. Я понимаю, что это звучит нелепо, но все случилось именно так. Недавно тот диалог закончился. Я получил указание отдохнуть. Но еще мне было сказано, что свидание, во время которого мне следует вернуться к разговору, уже назначено. Вам тоже назначено свидание. И вот вы на него пришли. Я уверен, что эта книга пишется не только для меня, но и для вас через меня. Очевидно, вы долго искали Бога и хотели услышать Слово от Бога, как и я. Сегодня мы обретем Бога вместе. Это всегда самый лучший способ. Вместе. Порознь мы Бога никогда не найдем. Я имею в виду два аспекта. Я хочу сказать, что мы не обретем Бога, пока мы врозь. Ведь первый шаг к пониманию, что мы не обособлены от Бога, состоит в том, чтобы обнаружить, что мы не обособлены друг от друга. Пока мы не поймем и не осознаем, что мы все одно, мы не поймем и не осознаем, что мы, Бог, тоже одно. Бог не обособлен от нас. Так было всегда. Нам только кажется, что мы сами по себе, а Бог сам по себе. Это типичное заблуждение. Мы также думаем, что отделены друг от друга. Поэтому я открыл, что самый быстрый путь обрести Бога, это обрести друг друга, перестать прятаться друг от друга. И, конечно, перестать прятаться от самих себя. Самый быстрый способ перестать прятаться – говорить правду. Всем. Всегда. Начни говорить правду прямо сейчас и никогда не переставай делать это. Для начала говори правду о себе о себе. Потом правду о себе о другом. Затем правду о себе другому. Потом правду о другом, о нем самом. Наконец, говори правду о всем, обо всем. Это пять уровней говорения правды. Это пятиступенчатый путь к свободе. Истина действительно сделает вас свободными. Это книга об истине. Не о моей истине. Об истине Бога. Наш с Богом первый диалог закончился месяц назад. Я думаю, что нынешняя беседа будет происходить таким же образом. То есть я задаю вопросы, а Бог отвечает. Пожалуй, я прервусь и спрошу Бога прямо сейчас. Бог, все будет происходить именно так? Да. Так я и думал. Разве что в этой книге я затрону некоторые темы сам. Без твоих вопросов. Как ты помнишь, в первой книге такое было нечасто. Это так. Зачем тебе нужен такой поворот здесь? Потому что эта книга пишется по моей просьбе. Это я попросил тебя быть здесь, как ты уже сказал об этом. А первая книга была проектом, который ты начал сам. Относительно первой книги у тебя заранее были подготовлены вопросы. Сейчас у тебя нет предварительного плана, кроме исполнения моей воли. Да, это верно. И это не очень хорошее дело. Надеюсь, ты часто будешь следовать этому, как и другие люди. Но я думал, что твоя воля это и моя воля. Как же можно не исполнять твою волю, если это и моя воля? Это сложный вопрос и неплохое начало. Неплохое начало для нашего диалога. Давай вернемся немного назад. Я никогда не говорил, что моя воля это и твоя воля. Да нет же, ты говорил. В первой книге ты очень четко сказал, твоя воля есть моя воля. В самом деле. Но это не одно и то же. Рази, ты дурачишь меня? Когда я говорю, твоя воля есть моя воля, это не то же самое, что сказать, моя воля есть твоя воля. Если бы ты всегда исполнял мою волю, то тебе ничего больше не требовалось бы делать, чтобы достичь просветления. Процесс был бы завершен. Ты уже был бы там. Исполняя лишь мою волю и ничего другого в течение хотя бы одного дня, ты бы достиг просветления. Если бы ты исполнял мою волю в течение всех лет своей жизни, тебе не было бы необходимости вовлекаться сейчас в процесс написания этой книги. Очевидно, что до сих пор ты не исполнял мою волю. Фактически большую часть времени ты даже не знал мою волю. Не знал? Нет. Тогда почему ты не говорил мне о ней? Я говорю, но ты не слушал. А если и слушал, то в сущности не слышал. А когда ты слышал, ты не верил тому, что ты слышал. А когда ты верил тому, что ты слышал, ты все равно не следовал указаниям. Поэтому сказать, что моя воля есть и твоя воля, это явно неправильно. С другой стороны, твоя воля есть и моя воля. Во-первых, потому что я знаю ее. Во-вторых, потому что я принимаю ее. В-третьих, потому что одобряю ее. В-четвертых, потому что я люблю ее. В-пятых, потому что я обладаю ею и называю ее своей собственной. Это значит, что у тебя есть свободная воля поступать так, как ты хочешь. А я твою волю делаю моей благодаря бескорыстной любви. И чтобы моя воля была и твоей, тебе надо делать то же самое. Во-первых, ты должен знать ее. Во-вторых, принимать ее. В-третьих, тебе надо одобрять ее. В-четвертых, ты должен ее любить. Наконец, тебе нужно считать ее своей собственной. За всю историю вашей расы лишь единицы исполняли это последовательно. Горско других поступали так почти всегда. Многие в основном так и делали. Основная масса людей делали это время от времени. И практически каждый поступал так в редких случаях. Хотя некоторые не делали этого совсем. Какой категории отношусь я? Разве это имеет какое-то значение? В какой категории ты хочешь быть, начиная с этого момента? Не этот ли вопрос здесь уместен? Я бы хотел быть в первой категории. Я бы хотел постоянно знать и исполнять твою волю. Это похвально, достойно одобрения. Но, пожалуй, невозможно. Потому что тебе надо еще очень много расти, прежде чем ты сможешь претендовать на такое. Но я говорю тебе, ты можешь заявлять о своем праве на это. Ты можешь достичь божественности сию минуту, если ты выбираешь это. Твой рост не займет много времени. Почему же раньше на это уходило так много времени? В самом деле, почему? Чего ты ждешь? Ты, конечно, не думаешь, что это я сдерживаю тебя. Нет, ясно, что я сам себя задерживаю. Хорошо. Ясность — это первый шаг к мастерству. Я хотел бы овладеть мастерством. Как мне его достичь? Продолжай читать эту книгу. Именно туда я тебя и веду. Я не знаю, о чем будет эта книга. Не знаю, с чего начать. Начнем со времени. Сколько времени нам потребуется? Чтобы перейти от первой главы к этой, у меня ушло уже пять месяцев. Я знаю, что люди сейчас читают и думают, что все это было написано в один присест. И мне вдомек, что 32-й и 33-й абзац этой книги разделяют 20 недель. Им не понять, что следующий момент вдохновения может наступить и через полгода. Сколько времени мы должны потратить? Я не это имел в виду. Я хотел сказать, давай возьмем время в качестве первой темы нашей беседы. А, ладно. Но раз уж мы об этом заговорили, то почему все-таки иногда месяцы уходят на то, чтобы завершить простой абзац? Почему ты надолго пропадаешь от визита к визиту? Мой дорогой и замечательный сын, я не исчезаю надолго между визитами. Не бывает такого, чтобы я не был с тобой. Просто ты не всегда это осознаешь. Как? Как же можно не знать о твоем присутствии, если ты всегда здесь? Потому что твоя жизнь поймала тебя в сети суеты. Давай честно посмотрим на это. Ты был очень занят все эти пять месяцев. Да, действительно, много чего произошло. И ты решил, что все это важнее, чем я. Я бы не стал этого утверждать. Давай посмотрим, как ты себя вел. Ты был полностью поглощен материальной стороной жизни. Ты мало уделял внимания своей душе. Это было напряженное время. Да, тем более есть смысл вовлечь свою душу в этот процесс. С моей помощью эти последние месяцы прошли бы гораздо благополучнее. Могу я предложить тебе не терять контакт? Я стараюсь, но кажется, я теряюсь. Ловлюсь в сети, как ты сказал, в своей собственной драме. А потом оказывается, что на тебя просто не нахожу времени. Я не задумываюсь, я не молюсь, я не пишу. Я знаю. Ирония жизни состоит в том, что когда ты больше всего нуждаешься в связи между нами, ты отступаешь от нее. Как мне перестать делать это? Перестань делать это. Я об этом и говорю, ну как? Ты перестаешь это делать, перестав это делать. Все не так просто. Все так просто. Хотелось, чтобы было так. Тогда именно так и будет. Потому что твое желание – это моя команда. Помни, дорогой мой, твои желания – это и мои желания. Твоя воля – это и моя воля. Хорошо, ладно. Тогда я хочу, чтобы эта книга была закончена к марту. Сейчас октябрь. Я хочу, чтобы не было больше перерывов по пять месяцев при написании книги. Значит, так и будет. Хорошо. Если только не будет иначе. Ну вот, надо ли нам играть в эти игры? Нет. Но пока ты именно так и выбирал прожить свою жизнь. Ты, твое дело, меняешь свои решения. Помни, жизнь – это непрерывный процесс творения. Каждую минуту ты создаешь свою реальность. Часто решение, которое ты принимаешь сегодня, уже не является завтрашним выбором. Однако секрет всех мастеров таков. Продолжай выбирать одно и то же. Снова и снова. Разве это недостаточно сделать один раз? Снова и снова. Пока твоя воля не исполнится в твоей реальности. У одних на это уйдут годы. У некоторых – месяцы. У других – недель. У тех, кто приближается к мастерству – дни, часы или даже минуты. Мастера творят мгновенно. Ты поймешь, что ты уже на пути к мастерству, когда увидишь, что разрыв между волей и ее исполнением сокращается. Ты сказал, решение, которое ты принимаешь сегодня, часто не является завтрашним выбором. Что же получается? Ты хочешь сказать, что мы не должны позволять себе менять свои намерения? Меняй их сколько угодно. Но помни, что с каждым новым решением меняется направленность всей Вселенной. Когда ты принимаешь решение о чем-то, ты приводишь в движение всю Вселенную. Силы, превосходящие твою способность постигать, гораздо более тонкие и сложные, чем ты можешь себе это представить, вовлечены в процесс, сложную динамику которого ты только еще начинаешь понимать. Эти силы и этот процесс являются частью необычной сети и взаимодействующих друг с другом энергий, которые составляют всю полноту существования, которую вы называете жизнью. По существу они и есть я. Значит, когда я меняю свое решение, ты испытываешь затруднения, так? Для меня нет ничего трудного. Ты многое усложняешь для себя. Поэтому придерживайся одного решения и единой цели относительно чего бы то ни было. Не отвлекайся, пока не воплотишь задуманное в реальность. Сосредоточь свои усилия, сконцентрируй все свое внимание. Вот что значит быть целеустремленным. Если ты что-то выбираешь, то сосредоточь на этом все свои силы и помыслы. Не проявляй слабости. Действуй, двигайся к задуманному. Будь решительным. Не считай «нет» ответом. Именно так. А что, если «нет» — это правильный ответ? Что, если то, чего мы хотим, не для нас, не во благо, не в наших лучших интересах? Тогда ты не дашь нам этого, верно? Неверно. Я даю тебе все, что ты вызываешь. Неважно, хорошо или плохо это для тебя. Вспомни, как ты жил в последнее время. Но меня учили, что мы не всегда можем иметь то, что хотим. Бог не дает нам того, что нам не во благо. Те люди просто хотели уберечь тебя от разочарования, когда ты не получал желаемого. Прежде всего, давай восстановим ясность в наших с тобой отношениях. Я ничего не даю тебе. Ты сам вызываешь это к жизни. Книга первая подробно разъясняет, каким образом ты это делаешь. Во-вторых, я не делаю суждений о том, чего ты просишь. Я не называю вещь плохой или хорошей. Тебе тоже лучше этого не делать. Ты созидающее существо, созданное по образу и подобию Бога. Ты можешь иметь все, что бы ты ни выбрал. Но ты не можешь иметь все, что ты хочешь. Фактически, ты никогда не получишь того, что ты хочешь, если ты этого очень хочешь. Я знаю, ты это разъяснял в книге первой. Ты говорил, что сам акт желания чего-то отталкивает это от нас. Да, а ты помнишь, почему? Потому что мы созидательны, и мысль желания какой-то вещи является заявлением во Вселенную, утверждением истины, которое Вселенная затем осуществляет. Совершенно верно. Именно так. Теперь ты знаешь. Ты в самом деле понимаешь это. Замечательно. Да, это работает именно так. В тот момент, когда ты говоришь «Я хочу», Вселенная говорит «Ты именно это и делаешь». И дает тебе именно такой опыт. Опыт, опыт, хотение. Что бы ты ни сказал после слова «Я», это становится твоей созидательной командой. Джин в бутылке «Я есть» существует лишь для того, чтобы повиноваться. Я осуществляю то, что ты вызываешь к жизни. Ты делаешь реальным то, что ты думаешь. Чувствуешь. Говоришь. Вот так просто все и происходит. Так скажи, почему мне нужно так много времени, чтобы создать реальность, которую я выбираю? По целому ряду причин. Потому что ты не веришь, что ты можешь иметь то, что выбираешь. Потому что ты не знаешь, что выбрать. Потому что ты постоянно пытаешься вычислить, что для тебя лучше всего. Потому что тебе нужны гарантии наперед, что все твои решения окажутся правильными. И потому что ты все время меняешь свои решения. Я должен разобраться, так ли я понимаю. Разве я не должен просчитывать, что для меня лучше всего? Лучшее понятие относительное. И оно определяется сотней переменных. И это осложняет выбор. По какому бы поводу решение не принималось, надо учитывать только одно соображение. Является ли это утверждением того, кто я есть? Является ли это заявлением, кем я выбираю быть? Вся жизнь должна быть таким заявлением. Фактически, жизнь такова и есть. Ты можешь сделать это заявление случайно или по выбору. Жизнь, проживаемая по выбору, это жизнь осознанного действия. Жизнь, проживаемая по случаю, это жизнь бессознательного реагирования. Реакция – это действие, которое ты уже предпринимал раньше. Когда ты реагируешь, то ты просто оцениваешь поступающую информацию, ищешь в банке своей памяти такой же или подобный опыт, и действуешь так, как ты делал это раньше. Все это работа ума, а не души. Твоя душа должна побудить тебя отыскать ее память, чтобы понять, каким образом ты мог бы создать действительно свое собственное переживание себя в моменте сейчас. Это опыт поиска души, о котором ты так часто слышишь. Но тебе надо в буквальном смысле быть вне ума, чтобы выполнить это. Когда ты тратишь время, стараясь вычислить, что для тебя лучше всего, ты делаешь именно это, тратишь свое время. Лучше поберечь свое время, чем тратить его понапрасну. Состояние вне ума позволяет значительно сэкономить время. Решение приходит на ум быстро, выборы совершаются незамедлительно, потому что твоя душа творит, исходя лишь из текущего опыта, не вспоминая, не анализируя и не критикуя опыт прошлого. Помни, душа создает, ум реагирует. Душа в своей мудрости знает, что тот опыт, который ты испытываешь в данный момент, послан тебе Богом еще до того, как ты осознаешь его. Вот что подразумевается под настоящим опытом. Он уже на пути к тебе, даже когда ты еще в поисках его. Но, ведь еще до того, как ты спросил, я уже ответил. Каждый данный момент – это чудесный дар Бога. Поэтому его и называют настоящим. Душа интуитивно ищет самые подходящие обстоятельства и ситуацию, которые нужны сейчас, чтобы излечить неверную мысль. И предоставить тебе истинный опыт того, кто ты действительно есть. Душа желает привести тебя обратно к Богу. Привести тебя домой, ко мне. Намерение души – познать себя по опыту. И тем самым узнать меня. Душа понимает, что ты и я едины. Даже если ум отвергает эту истину, а тело притворяет это отрицание в жизнь. В моменты значимых решений будь вне ума. А вместо этого обратись к поискам своей души. Душа понимает то, что умом не постичь. Если ты тратишь, вы здесь, потому что такого был договор. Это правда. Но у вас могло бы и не получиться прийти. Вы могли бы решить не делать этого. Но вы выбрали быть здесь, чтобы эта книга попала вам в руки в назначенный час, в назначенном месте. Спасибо вам. Если вы взяли ее в руки случайно, даже не задумываясь, что вы делаете и почему, кое-что может показаться вам загадочным. И поэтому надо дать некоторые разъяснения. Начнем у вас с чего? Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта книга вошла в вашу жизнь в нужное время и в нужный момент. Пока вы можете этого не знать, но когда испытаете все, что отпущено вам судьбой, будете знать об этом в точности. Нет ничего случайного. И появление этой книги в вашей жизни не исключение. Здесь то, что вы долгое время искали, к чему стремились. Здесь то, что является вашим очередным, а для некоторых, возможно, и первым, настоящим контактом с Богом. И это есть контакт. И он настоящий. Бог хочет по-настоящему беседовать с вами через меня. Несколько лет назад я бы не сказал этого. Сейчас я говорю это, ибо такой диалог у меня состоялся, и теперь я знаю, что такое возможно. И это не просто возможно. Такое случается постоянно. Именно это и происходит прямо здесь, прямо сейчас. Важно, чтобы вы поняли. Вы сами отчасти вызвали это событие. Сами стали причиной того, что в данный момент вы держите в руках эту книгу. Причина всех событий в нашей жизни лежит в нас самих. И мы все являемся сотворцами, с единым великим Творцом в создании каждого обстоятельства, обуславливающего эти события. Мой первый опыт разговора с Богом состоялся в 1992-1993 годах. Я написал сердитое письмо к Богу, в котором спрашивал его, почему моя жизнь давным-давно превратилась во что-то вроде памятника борьбе и поражению. Во всем, от любовных отношений до карьеры, отношений с детьми, здоровья, во всем я не испытывал ничего, кроме борьбы и неудач. В письме к Богу я требовал объяснить, почему так происходит и что нужно для того, чтобы наладить жизнь. К моему удивлению, на это письмо я получил ответ. Каким образом это произошло, и что это были за ответы, описано в книге, изданной в мае 1995 года, под названием «Беседы с Богом», книга первая. Возможно, вы уже слышали о ней, может быть, даже читали. Если это так, для вас нет необходимости читать большое вступление к этой книге. Если же с первой книгой вы не знакомы, мне хотелось бы, чтобы это случилось. Там подробно описывается, как все это началось, и даются ответы на многие вопросы, имеющие отношение к нашей личной жизни. о деньгах, любви, сексе, боге, здоровье, болезнях, питании, взаимоотношениях, хорошей работе и о многих других аспектах нашего повседневного опыта, которые не затрагиваются здесь. И если бы я просил Бога дать единственный дар миру в наше время, то это была бы просьба о той информации, которая передана в книге первой. И на самом деле, Бог уже сделал этот дар. Поэтому я надеюсь, что, прочитав эту книгу, а может быть и раньше, вы решите прочитать и первую. Это вопрос выбора, выбора, который привел вас и к этим вот словам, и вообще к любому вашему опыту. Первые абзацы книги второй были написаны в марте 1996 года, чтобы дать краткое вступление к последующей информации. Как и в книге первой, процесс, посредством которого ко мне поступала информация, был очень простым. На чистом листе бумаги я обычно записывал вопрос, любой вопрос, обычно это был первый вопрос, который приходил мне на ум. Я не успевал дописать вопрос, как ответ уже обычно формировался в моей голове, как будто кто-то шептал мне его на ухо. Я писал под диктовку. Весь материал этой книги, за исключением нескольких вступительных строк, был записан приблизительно за один год, начиная с весны 1993-го. Сейчас я хотел бы представить его вам в том виде, в каком я его получил. Сегодня пасхальное воскресенье 1993-го года. Я здесь, как мне было сказано, с карандашом в руке, с балакнотом и готов приступить к делу. Наверное, я должен сказать вам, что Бог попросил меня быть здесь. Мы договорились о свидании. Сегодня мы приступаем к книге второй. Второй книге трилогии, которую мы пишем вместе. Бог, я и вы. Я еще не знаю, о чем будет эта книга и не знаю даже, какие вопросы мы в ней затронем. Потому что в моей голове нет плана этой книги. Его и не может быть. И не я решаю, что в нее войдет. Решает Бог. Сегодня ровно год с тех пор, как Бог начал со мной диалог в пасхальное воскресенье 1992-го года. Я понимаю, что это звучит нелепо, но все случилось именно так. Недавно тот диалог закончился. Я получил указание отдохнуть. Но еще мне было сказано, что свидание, во время которого мне следует вернуться к разговору, уже назначено. Вам тоже назначено свидание. И вот вы на него пришли. Я уверен, что эта книга пишется не только для меня, но и для вас через меня. Очевидно, вы долго искали Бога и хотели услышать слово от Бога, как и я. Сегодня мы обретем Бога вместе. Это всегда самый лучший способ. Вместе. Порознь мы Бога никогда не найдем. Я имею в виду два аспекта. Я хочу сказать, что мы не обретем Бога, пока мы врозь. Ведь первый шаг к пониманию, что мы не обособлены от Бога, состоит в том, чтобы обнаружить, что мы не обособлены друг от друга. Пока мы не поймем и не осознаем, что мы все одно, мы не поймем и не осознаем, что мы, Бог, тоже одно. Но Бог не обособлен от нас. Так было всегда. Нам только кажется, что мы сами по себе, а Бог сам по себе. Это типичное заблуждение. Мы также думаем, что делены друг от друга. Поэтому я открыл, что самый быстрый путь обрести Бога – это обрести друг друга. Перестать прятаться друг от друга. И, конечно, перестать прятаться от самих себя. Самый быстрый способ перестать прятаться – говорить правду. Всем. Всегда. Начни говорить правду прямо сейчас и никогда не переставай делать это. Для начала говори правду о себе о себе. Потом правду о себе о другом. Затем правду о себе о другом. Потом правду о другом о нем самом. Наконец, говори правду о всем обо всем. Это пять уровней говорения правды. Это пятиступенчатый путь к свободе. Истина действительно сделает вас свободными. Это книга об истине. Не моей истине. Об истине Бога. Наш с Богом первый диалог закончился месяц назад. Я думаю, что нынешняя беседа будет происходить таким же образом. То есть я задаю вопросы, а Бог отвечает. пожалуй, я прервусь и спрошу Бога прямо сейчас. Бог, все будет происходить именно так? Да. Так я и думал. Разве что в этой книге я затрону некоторые темы сам, без твоих вопросов. как ты помнишь, в первой книге такое было нечасто. Это так. Зачем тебе нужен такой поворот здесь? Потому что эта книга пишется по моей просьбе. Это я попросил тебя быть здесь, как ты уже сказал об этом. А первая книга была проектом, который ты начал сам. Относительно первой книги у тебя заранее были подготовлены вопросы. Сейчас у тебя нет предварительного плана, кроме исполнения моей воли. Да, это верно. И это не очень хорошее дело. Надеюсь, ты часто будешь следовать этому, как и другие люди. Но я думал, что твоя воля это и моя воля. Как же можно не исполнять твою волю, если это и моя воля? Это сложный вопрос и неплохое начало. Неплохое начало для нашего диалога. Давай вернемся немного назад. Я никогда не говорил, что моя воля это и твоя воля. воля. нет же, ты говорил. В первой книге ты очень четко сказал, твоя воля есть моя воля. В самом деле, но это не одно и то же. Рази, ты дурачишь меня? Когда я говорю, твоя воля есть моя воля, это не то же самое, что сказать, моя воля есть твоя воля. Если бы ты всегда исполнял мою волю, то тебе ничего больше не требовалось бы делать, чтобы достичь просветления. Процесс был бы завершен, ты уже был бы там. Исполняя лишь мою волю и ничего другого в течение хотя бы одного дня, ты бы достиг просветления. Если бы ты исполнял мою волю в течение всех лет своей жизни, тебе не было бы необходимости вовлекаться сейчас в процесс написания этой книги. Очевидно, что до сих пор ты не исполнял мою волю. Фактически большую часть времени ты даже не знал мою волю. Не знал? Нет. Тогда почему ты не говорил мне о ней? Я говорил, но ты не слушал. А если и слушал, то в сущности не слышал. А когда ты слышал, ты не верил тому, что ты слышал. А когда ты верил тому, что ты слышал, ты все равно не следовал указаниям. Поэтому сказать, что моя воля есть и твоя воля, это явно неправильно. С другой стороны, твоя воля есть и моя воля. Во-первых, потому что я знаю ее. Во-вторых, потому что я принимаю ее. В-третьих, потому что одобряю ее. В-четвертых, потому что я люблю ее. В-пятых, потому что я обладаю ею и называю ее своей собственной. Это значит, что у тебя есть свободная воля поступать так, как ты хочешь, а я твою волю делаю моей благодаря бескорыстной любви. И чтобы моя воля была и твоей, тебе надо делать то же самое. Во-первых, ты должен знать ее. Во-вторых, принимать ее. В-третьих, тебе надо одобрять ее. В-четвертых, ты должен ее любить. Наконец, тебе нужно считать ее своей собственной. За всю историю вашей расы лишь единицы исполняли это последовательно. Горско других поступали так почти всегда. Многие в основном так и делали. Основная масса людей делали это время от времени. И практически каждый поступал так в редких случаях, хотя некоторые не делали этого совсем. Какой категории отношусь я? Разве это имеет какое-то значение? в какой категории ты хочешь быть, начиная с этого момента? Не этот ли вопрос здесь уместен? Да. И каков твой ответ? Я бы хотел быть в первой категории. Я бы хотел постоянно знать и исполнять твою волю. Это похвально, достойно одобрения, но, пожалуй, невозможно. Почему? Потому что тебе надо еще очень много расти, прежде чем ты сможешь претендовать на такое. Но я говорю тебе, ты можешь заявлять о своем праве на это. Ты можешь достичь божественности сию минуту, если ты выбираешь это. Твой рост не займет много времени. Почему же раньше на это уходило так много времени? В самом деле, почему? Чего ты ждешь? Ты, конечно, не думаешь, что это я сдерживаю тебя. Нет, ясно, что я сам жизнь это постоянный процесс творения. Секрет всех мастеров в том, что они прекратили менять решения и придерживаются одного выбранного. Не соглашайся на нет. Мы вызываем к жизни то, что думаем, чувствуем и говорим. Жизнь может быть процессом творения или реагирования. Душа создает, ум реагирует. Душа понимает то, что умом не постичь. Перестань просчитывать, что лучше всего для тебя, как можно выиграть больше, меньше всего потерять, получить то, что ты хочешь, и начни чувствовать, кто ты есть. Твои чувства – это твоя правда. Лучшее для тебя – то, что для тебя истинно. Мысли не являются чувствами. Скорее, это идея о том, как тебе следует чувствовать. Когда смешиваются мысли и чувства, истина затуманивается, теряется. Чтобы вернуться в чувства, будь вне ума и обратись к своим ощущениям. Познав свою правду, живи ею. Негативные чувства вовсе не являются истинными чувствами. Скорее, это твои мысли о чем-то, которые всегда основаны на твоем собственном предыдущем опыте или на предыдущем опыте других людей. Предыдущий опыт не является показателем истины, поскольку чистая истина создается здесь и сейчас, а не воспроизводится. Чтобы изменить свой отклик на что-либо, будь в настоящем моменте. То есть в моменте, который был послан тебе заранее и был таким еще до того, как ты подумал о нем. Другими словами, будь здесь и сейчас, а не в прошлом или будущем. Прошлое и будущее могут существовать только в мыслях. Настоящий момент является единственной реальностью. Оставайся в нем. Ищи и найдешь. Делай, что для этого нужно, чтобы оставаться связанным с Богом, богиней, истиной. не прекращай практику, молитвы, ритуалы, медитации, чтения, писания. Все, что для тебя работает, чтобы поддерживать отношения с тем, что есть все. «Пока что все правильно? Замечательно. Пока что все отлично. Ты понял. Можешь ли ты так жить? Я намерен попробовать. Хорошо. Ладно. Теперь мы можем вернуться туда, где мы остановились? Расскажи мне о времени». Нет времени, кроме настоящего. Уверен, что ты слышал об этом раньше. Но ты не понимал этого. Теперь ты понял. Нет времени, кроме этого времени. нет другого момента, кроме этого момента. Сейчас это все, что есть. А как же вчера и завтра? Это игра твоего воображения. Ты выдумал их. Они не существуют в наивысшей реальности. все, что когда-либо происходило, происходит и будет происходить, происходит прямо сейчас. я не понимаю. Ты не можешь не до конца. Но ты можешь начать понимать. Ведь все, что нужно, это уловить смысл. Поэтому просто слушай. время не является континуумом. Это элемент относительности, который существует вертикально, а не горизонтально. Не думай о нем, как о том, что слева направо, о так называемой линии времени, которая у каждого человека движется от рождения до смерти, и с какой-то определенной точки и до какой-то определенной точки во Вселенной. Время это то, что вверх и вниз. Ты можешь представить его в виде оси, на которой представлен вечный момент сейчас. Вообрази листые бумаги на оси, один на другим. Это элементы времени. Каждый элемент отдельный и определенный, однако каждый существует одновременно с другим. Сразу вся бумага на оси. Столько там будет, сколько там было. Существует лишь один момент, этот момент, вечный момент сейчас. все происходит именно сейчас, и я возвеличен. Не нужно ждать славы Бога. Я все строил именно так, потому что я не мог бы ждать. Я был настолько счастлив быть таким, как есть, что просто не мог ждать, когда это стало бы явным в моей реальность. И поэтому бум, вот оно прямо здесь, прямо сейчас, все сразу. Этому нет начала, и этому нет конца. Это всевозможное все просто есть. Именно в самом бытии лежит твой опыт, и твоя величайшая тайна. Находясь в бытии, ты можешь осознанно перемещаться в любое время и в любое место, какое ты выбираешь. Ты хочешь сказать, что мы можем путешествовать во времени? В самом деле. И многие из вас уже это делали. фактически все. И вы регулярно проделываете это во сне, как у вас это называется. Большинство из вас об этом не подозревают. Вы не можете удержать эту информацию. Но энергия прилипает к вам, как клей. И того, что остается, иногда оказывается достаточно, чтобы другие, те, кто эту энергию чувствуют, могли узнать о твоем прошлом или будущем. Они чувствуют или считывают этот остаток, и вы называете их провидцами или ясновидящими. Иногда даже с вашим ограниченным сознанием этих следов оказывается достаточно для того, чтобы ты понял, что ты уже был здесь прежде. Ты вдруг ошеломлен, но понимаешь, что ты уже делал все это раньше. Дежавю! Да. Или это прекрасные чувства, когда ты встречаешь кого-то, и тебе кажется, что вы знакомы всю жизнь, целую вечность. Это захватывающие чувства. Это удивительное чувство. И это истинное чувство. Ты действительно знал эту душу вечно. Вечность это то, что прямо сейчас. Ты много раз смотрел вверх или смотрел вниз со своего листа бумаги на оси и видел все другие листы. Ты видел там и себя, потому что часть тебя есть на каждом листе. Как такое возможно? Я говорю тебе, ты всегда был, есть и всегда будешь. Никогда не было такого времени, когда тебя не было, и такого времени никогда не будет. Но постой, а как же тогда со старыми душами? Разве нет душ, которые старше других? Ничто не старше другого. Я создал все одновременно, и все это существует прямо сейчас. Представление старше и моложе, на которое ты сейчас ссылаешься, имеет отношение к уровням осознанности конкретной души, или аспекту бытия. Все вы являетесь аспектами бытия, просто частями того, что есть. Каждая часть обладает запечатленным сознанием целого. Каждый элемент несет отпечаток целого. Осознанность представляет собой опыт пробужденного сознания. Отдельный аспект всего осознает себя. Он буквально становится самосознающим. Затем он постепенно начинает осознавать все другие аспекты. А потом этот факт, что других не существует. Все едино. Потом в конце концов меня. Великолепного меня. Дружище, ты в самом деле любишь себя, не так ли? А ты нет? Да-да, я считаю, что ты замечательный. Согласен. И считаю, что ты замечательный. Это единственное, в чем ты и я расходимся во мнениях. Ты не считаешь себя замечательным. Как я могу считать себя замечательным, когда я вижу все свои слабости, все свои ошибки, все свое зло? я говорю тебе, зла не существует. Я бы хотел, чтобы это было на самом деле. И такой, какой ты есть, ты совершенен. Я бы хотел, чтобы это было правдой. это и есть правда. Маленький ребенок не менее совершенен, чем взрослый. Он само совершенство. И если он еще чего-то не может, чего-то не знает, от этого он не становится менее совершенным. Крошечная девочка ошибается. Она стоит, она учится ходить, она падает. Она снова встает и слегка пошатываясь, держится за мамину ногу. Разве это делает ребенка несовершенным? Я говорю тебе, что все как раз наоборот. То дитя само совершенство, любимое и обожаемое. И ты такой же. но малышка ничего плохого не натворила. Она никого не ослушалась сознательно, не обидела другого, не испортила себя. Ребенок не знает, чем различаются хорошее и плохое. Совершенно верно. Ты тоже не знаешь. но я-то знаю. Я знаю, что убивать людей плохо, а любить их хорошо. Я знаю, что причинять боль плохо, а исцелять хорошо. Я знаю, что плохо брать чужие вещи, использовать других людей, быть не честным. Я могу привести тебе примеры, в которых все эти неправильные поступки окажутся правильными. ты сейчас играешь со мной? Вовсе нет. Просто придерживаюсь фактов. Если ты имеешь в виду, что у любого правила есть исключение, то я с этим согласен. Если есть исключение, то это уже не правило. Ты хочешь сказать, что убивать, обижать, отбирать у другого не является неправильным? Все зависит от того, что ты пытаешься сделать. Хорошо, я понимаю, но от этого подобные вещи не становятся хорошими. Иногда приходится совершать неблаговидные поступки, чтобы добиться хорошего результата. тогда получается, что от этого они вовсе не становятся плохими, не так ли? Они являются просто средством для достижения конечного результата. Ты хочешь сказать, что конечный результат оправдывает средства? «А что думаешь ты? Я думаю, что нет, ни в коем случае». «Так тому и быть». «А разве ты не видишь, что ты сейчас делаешь? Ты на ходу выдумываешь правила? И разве ты не видишь? Это абсолютно нормально. Именно этим ты должен заниматься. На протяжении всей своей жизни ты решаешь, кто ты есть, а потом переживаешь это на своем опыте. По мере того, как ты увеличиваешь свое видение, ты вводишь новые правила, чтобы охватить это. По мере того, как ты расширяешь свою идею о самом себе, ты создаешь новые можно и нельзя, да и нет, чтобы объять это. Это границы, которые вмещают то, что невозможно вместить. Ты не можешь вместить самого себя, потому что ты такой же безграничный, как Вселенная. безграничная. ты можешь создать понятие о своей безграничной сущности, представляя, а потом признавая границы. В некотором смысле это единственный способ, в котором ты можешь познать себя, как нечто конкретное. То, что безгранична, безгранична. То, что беспредельна, беспредельна. Оно не может существовать где-то, потому что оно везде. Если оно везде, то оно нигде в частности. Бог повсюду. Поэтому Бог нигде в частности. Потому что, будь он где-то конкретно, Бог не был бы где-то еще, что для Бога невозможно. Единственное, что для Бога невозможно, это не быть Богом. Бог не может не быть, как не может не быть самим собой. Бог не может разбожествить себя. Я повсюду и в этом все. И поскольку я везде, я нигде. А если я нигде, то где я? Сейчас здесь. Мне это нравится. Ты уже говорил это в первой книге, но мне это нравится, поэтому я не стал прерывать тебя. Очень любезно с твоей стороны. Теперь ты стал понимать лучше. ты видишь, что ты создал свое представление о верном и неверном просто, чтобы определить, кто ты есть. Ты видишь, что без этих определений границ ты никто. И видишь ли ты, что, как и я, ты продолжаешь менять границы по мере того, как меняешь свои идеи о том, кто ты есть? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но мне кажется, что я не очень-то изменил границы, свои собственные личные границы. Для меня убивать всегда было плохо. Для меня красть всегда было плохо. Обижать другого всегда было плохо. Основные понятия, которые управляют нашими действиями, оставались неизменными с начала времен. И большинство людей с ними согласны. Тогда откуда берутся войны? Потому что всегда находится кто-то, кто нарушает правила. В любом стадии найдется паршивая овца. То, что я собираюсь тебе сказать здесь и далее в книге, некоторым людям может показаться трудным. Оно разрушит многое из того, что сейчас у вас считается истиной. Но я не могу позволить вам продолжать жить и дальше с такими представлениями. Этот диалог должен сослужить вам добрую службу. Так что теперь во второй книге мы должны напрямую встретиться с этими понятиями. на некоторое время нам предстоит негладкий путь. Ты готов? Думаю, что да. Спасибо за предупреждение. О чем же столь драматичном или трудном для понимания ты собираешься мне рассказать? Я намерен сказать тебе следующее. паршивых овец не существует. Есть только люди, которые не согласны с твоей точкой зрения на вещи. Люди, которые строят иную модель мира. Я намерен сказать тебе нет людей, которые делают что-либо неуместное, исходя из своей модели мира. Значит, их модель полная неразбериха. Я знаю, что верно, а что неверно. И если другие люди этого не знают, а я знаю, то это не значит, что я сумасшедший. Это они сумасшедшие. Прости, но я должен сказать, что именно из-за такого отношения начинаются войны. я знаю, знаю, я сказал это намеренно, просто я повторил здесь то, что много раз слышал от других людей. Но как я могу ответить таким людям? Что я мог бы им сказать? Ты мог бы им сказать, что идеи людей о правильном и неправильном меняются и изменились вновь и вновь от культуры к культуре? От одного периода времени к другому, от религии к религии, от места к месту, даже от семьи к семье и от личности к личности? Ты мог бы в качестве примера отметить, что было время, когда многие считали правильным сжигать людей на костре за колдовство, а теперь это считается неправильным? Ты мог бы сказать им, что определение того, что правильно и неправильно зависит не только от времени, но и от простой географии? Ты мог бы обратить их внимание на тот факт, что некоторые виды деятельности на вашей планете, например, проституция, являются нелегальными в одном месте, в то время, как стоит пройти чуть дальше, и в другом месте то же самое оказывается разрешенным. Поэтому суждение о том, натворил ли человек что-то плохое, зависит не от того, что этот человек совершил на самом деле, «А где он это сделал?» Сейчас я хочу повторить то, что я говорил в книге первой. Я знаю, что некоторым понять это было очень и очень трудно. Гитлер попал на небеса. Не уверен, что люди готовы воспринимать такое. Цель этой книги, как и всех книг трилогии, которые мы создаем, в том, чтобы вызвать готовность, готовность к новой парадигме, новому пониманию, более широкому взгляду, более грандиозной идее. Но мне придется задать в связи с этим вопросы, которые, как я понимаю, возникают у многих людей. Как же могло случиться, что такой человек, как Гитлер, попал на небеса? Все религии в мире, я полагаю, что каждая из ныне существующих, объявили, что он проклят и отправлен прямо в ад. Во-первых, он не мог попасть в ад, потому что ада не существует. Поэтому есть только одно место, куда он мог попасть. Но возникает вопрос. Суть в том, были ли деяния Гитлера неправильными? Я уже говорил и говорю снова и снова, что во Вселенной нет правильного и неправильного. по существу вещь не может быть правильной или неправильной. Вещь просто есть. Твоя мысль о том, что Гитлер был чудовищем, основана на том факте, что он велел убить миллионы людей, ведь так? Именно так. «А что если бы я сказал тебе, что то, что ты называешь смертью, является самым замечательным, что может случиться с любым человеком? что тогда? Я бы счел, что это трудно принять. ты думаешь, что жизнь на земле лучше, чем жизнь на небесах? Я говорю тебе, что в момент своей смерти ты ощутишь величайшую свободу, величайший покой, величайшую радость и величайшую любовь, какую ты когда-либо знал. Так должны ли мы наказывать братца лиса за то, что он бросил братца кролика в заросли терновника? Ты не принимаешь во внимании тот факт, что какой бы чудесной ни была наша жизнь после смерти, наша жизнь здесь не должна заканчиваться против нашей воли. Мы здесь, чтобы достичь чего-то, что-то испытать, чему-то научиться, и было бы неверно, если бы наша жизнь оборвалась из-за безумной идеи какого-то маньяка. Прежде всего, ты здесь не для того, чтобы чему-то научиться. Перечитай книгу первую. Жизнь не школа, и твоя цель здесь не в том, чтобы учиться, а в том, чтобы вспомнить. ураган, по большому счету, жизнь укорачивается по многим причинам. Ураган, землетрясение. И это другое дело, ты говоришь о деяниях Бога. Каждое событие это деяние Бога. Или ты воображаешь, что какое-то событие могло произойти, если бы я не хотел этого? Ты думаешь, что ты смог бы пошевелить пальцем, если бы я решил, что тебе этого делать не надо? Ты не можешь сделать ничего, если я против этого. Но давай продолжим рассматривать мысль о неправильной смерти. Является ли неправильным, если жизнь обрывается из-за болезни. Слово неправильно неприменимо в этом случае это то, что происходит естественно. Это нельзя сравнивать с тем случаем, когда человек вроде Гитлера убивает людей. А как насчет несчастного случая? Нелепой случайности. То же самое. Это случайно. Трагично, но это воля Бога. Мы не можем заглянуть в Божий разум и выяснить, почему такое происходит. Нам не стоит пытаться, потому что Божья воля неизменна и непостижима. Стремиться разгадать божественную тайну значит жаждать познания за пределами наших возможностей. Это грешно. Откуда ты знаешь? Если бы Бог хотел, чтобы мы все это поняли, то так бы и случилось. Факт, что мы не понимаем, не можем свидетельствовать о том, что такова Божья воля. Понятно. Факт, что вы не понимаете этого, свидетельствует о Божьей воле, а факт, что такое происходит, не является свидетельством Божьей воли. Мне трудно это объяснить, но я знаю, что я верю. Ты веришь в волю Бога, веришь, что Бог всемогущий. Да. Если это не касается Гитлера, то, что произошло в этом случае, не было Божьей воли. Нет. Как такое может быть? Он действовал вопреки Божьей воле. Как же, по-твоему, он мог это сделать, если моя воля всемогуща? Ты позволил ему? Если я позволил ему, значит, чтобы он сделал это, на то была моя воля? Похоже, что так. Но, возможно, у тебя была для этого причина? Нет, по твоей воле у него был свободный выбор, а все, что он сотворил, было по его воле. «Ты так близок к пониманию, так близок. Конечно, ты прав. Моя воля в том, чтобы у Гитлера, у всех вас, был свободный выбор. Но она не в том, чтобы наказывать вас непрерывно и без конца, если вы не делаете того выбора, который я от вас хочу. Если бы было так, то разве свободным был бы ваш выбор? Какая же это свобода, когда вы знаете, вас заставит страдать бесконечно, если вы хотите не того, чего хочу я? Что же это за выбор? Дело не в наказании, просто это естественный закон, это лишь вопрос последствий. Я вижу, тебя хорошо научили всем этим теологическим рассуждением, позволяющим представлять меня как карающего Бога, и при этом получается, что я не несу за это ответственность. Но кто создал эти естественные законы? ведь если допустить, что это я установил их, то зачем бы я установил такие законы, потом дал бы вам власть не подчиняться им? если я не хотел, чтобы они действовали на вас, если моя воля была в том, чтобы мои замечательные дети никогда не страдали, то зачем бы я создавал саму возможность ваших страданий? И потом зачем бы я стал продолжать искушать вас днем и ночью нарушать установленные мной законы? Нас искушаешь не ты, а дьявол! Опять ты представляешь все так, как будто я ни за что не отвечаю. Разве ты не видишь, что единственный путь объяснить вашу теологию — это представить меня беспомощным? Понимаешь ли ты, что ваши рассуждения могут иметь смысл лишь в том случае, если в моих действиях смысла нет? Тебя действительно устраивает идея Бога, которое создает существо, действие которого не может контролировать. Я не говорил, что ты не можешь контролировать дьявола. Ты можешь контролировать все, ты Бог. Просто ты решил не делать этого. Ты позволяешь дьяволу искушать нас, пытаться завладеть нашими душами. но зачем? С какой стати я стал бы это делать, если я хочу, чтобы вы ко мне вернулись? Потому что ты хочешь, чтобы мы пришли к тебе по выбору, а не потому, что выбора нет. Ты установил рай и ад, чтобы мог быть выбор, чтобы мы могли действовать по выбору, а не просто следовать по пути к тебе, потому что другого нет. Я понимаю, как вы пришли к такой идее. Раз я установил такой порядок в вашем мире, то вы думаете, что и в моем мире все должно быть так же. В вашей реальности хорошая не может существовать без плохого. И вы думаете, что и в моей реальности то же самое. Но я говорю тебе, там, где я, нет плохого и нет зла. Есть только всевозможное все, общность и знание и опыт этого. Мой мир – это мир абсолюта, где одна вещь не существует относительно другой, но полностью независима от чего-либо. Мой мир – это место, где все, что есть, это любовь. И нет последствий того, что мы думаем, говорим или делаем на земле. Э, последствия есть, оглянись вокруг. Я имею в виду после смерти. смерти нет. Жизнь продолжается вечно и бесконечно. Есть жизнь, просто вы меняете форму. «Хорошо, пусть будет по-твоему, после того, как мы меняем форму». После того, как вы меняете форму, последствия перестают существовать. существует лишь знание. Последствия являются элементом относительности. Им нет места в абсолюте, поскольку они зависят от линейного времени и последовательных событий. И этого не существует в пространстве абсолюта. В этом пространстве нет ничего, кроме покоя, радости и любви. В этом пространстве ты наконец узнаешь добрую весть. Вашего дьявола не существует. Ты есть то, каким ты всегда себя знал, доброта и любовь. Твоя идея о том, что ты можешь быть чем-то другим, пришла из безумного внешнего мира, побуждая тебя действовать безумно. Из внешнего мира осуждения и обвинения. Другие тебя осуждали, и из их осуждений ты осуждал себя. Теперь ты хочешь, чтобы тебя осудил Бог, но я не стану этого делать. И поскольку ты не понимаешь Бога, который не поступит так, как поступили бы люди, ты растерян. Ваша теология является вашей попыткой обрести себя вновь. Ты называешь наши теологические учения безумными, но как вообще может теология функционировать без системы поощрения и наказания? Все зависит от того, что ты воспринимаешь как цель жизни, а значит и как основа теологии. Если ты веришь, что жизнь существует как тест, период испытаний, чтобы оценить, достоин ли ты, то теологические учения начинают приобретать смысл. Если ты веришь, что жизнь существует как возможность, процесс, проходя через который ты открываешь, вспоминаешь, что ты достоин и всегда был достоин, то ваши теологии оказываются бессмысленными. если ты веришь, что Бог это средоточие эгоизма, который требует внимания, обожания, восхищения и любви и убьет, чтобы добиться этого, ваша теология обретает смысл. Если ты веришь, что у Бога нет ни эго, ни потребностей и что Он источник всего, место, где обитает вся мудрость и любовь, ваше теологии распадаются. Если ты веришь, что Бог это карающий Бог, ревнивый в своей любви и грозный в своем гневе, то ваши теологии выглядят совершенными. Если ты веришь, что Бог миролюбивый и радостный в своей любви и страстный в своем экстазе, то ваши теологии бесполезны. Я говорю тебе, цель жизни не в том, чтобы угодить Богу. Цель жизни в том, чтобы познать и воссоздать, кто ты есть. Поступая так, ты действительно угождаешь Богу и одновременно славишь ее. Почему ты говоришь ее? ты разве она? Я не он, не она. Иногда я употребляю местоимения женского рода, чтобы вывести тебя за рамки ограниченного мышления. Если ты думаешь, что Бог это что-то одно, то ты будешь думать, будто Бог не есть что-то другое. это было бы большой ошибкой. Гитлер попал на небеса по следующим причинам. Ада не существует, поэтому нет другого места, куда он мог бы попасть. Его действия были ошибками, как ты назвал бы это, поступками недоразвитого существа. А ошибки не наказывают проклятиями. К ним относятся как к тому, что обеспечивает шанс для исправления, для эволюции. Ошибки, которые совершил Гитлер, не нанесли вред или ущерб тем, для кого он стал причиной смерти. Их души освободились от земного бремени, как бабочки высвобождаются из кокона. Люди, которые остались, скорбят об умерших в те времена только потому, что они не знают о радости, в которую те души вошли. Никто, кому довелось испытать смерть, никогда не оплакивает ничью смерть. Твое утверждение, что их смерти все-таки были преждевременными, а потому в некотором смысле неправильными, предполагает, что во Вселенной может произойти то, что не должно произойти. Но учитывая кто и что я есть, это невозможно. все, что происходит во Вселенной, происходит совершенным образом. На протяжении очень долгого времени Бог не ошибался. Когда ты видишь полное совершенство во всем, не только в том, с чем ты согласен, но и в том, и может быть особенно в том, с чем ты не согласен, ты обретаешь мастерство. Конечно, я все это знаю. Мы уже говорили обо всем этом в книге первой. Но я подумал, что для тех, кто не читал ее, важно обрести основу понимания в начале этой книги. Поэтому я начал с этой серии вопросов и ответов. А теперь, прежде чем мы продолжим, я бы хотел еще немного поговорить об очень сложных богословских учениях, которые мы, люди, создали. Например, когда я был ребенком, меня учили, что я грешен, что все люди грешники, и с этим ничего не поделаешь. Мы такими родились. Мы родились во грехе. Очень интересный подход. Каким образом кому-то удалось заставить тебя поверить в это? Нам рассказывали историю об Адаме и Еве. В 4, 5, 6 эстрофах катехизиса говорится, что мы могли не нагрешить, и уж маленькие дети, конечно, нет. Но Адам и Ева совершили грех, а мы являемся их потомками, и таким образом унаследовали их вину, а также их греховную природу. Видишь ли, Адам и Ева вкусили запретный плод, познали добро и зло, и таким образом обрекли всех своих потомков и наследников на отлучение от Бога самого рождения. Мы все рождены с этим первородным грехом в душе. Каждый из нас разделяет эту вину. Поэтому нам дан свободный выбор, чтобы посмотреть, как мне кажется, совершаем ли мы такое же неблаговидное деяние, как Адам и Ева, и ослушаемся Бога, или же сможем преодолеть наше естественное врожденное стремление делать плохое и вместо этого будем вести себя правильно, несмотря на искушение в жизни. А если вы поступаете плохо? Тогда ты посылаешь нас в ад. Вот как. Да, если мы не покаемся. Понимаю. Если мы скажем, что сожалеем, совершим искренний акт раскаяния, ты спасешь нас от ада, но не от всех страданий. Какое-то время нам придется провести в чистилище, чтобы очиститься от своих грехов. Как долго вы должны находиться в чистилище? И это зависит от обстоятельств. Нужно, чтобы наши грехи сгорели. Должен сказать, что это не очень-то приятно. И чем больше у нас грехов, тем больше времени требуется на то, чтобы их уничтожить. Тем дольше мы там остаемся. Вот что мне рассказывали. Понимаю. Но, по крайней мере, мы не попадем в ад, который навсегда. С другой стороны, если мы умрем в смертном грехе, мы попадаем прямо в ад. В смертном грехе. Он противоположен простительному греху. если мы умираем с простительным грехом на душе, мы отправляемся только в чистилище. Смертный грех посылает нас прямо в ад. Ты можешь привести мне примеры этих разных категорий греха, о которых ты говорил? Конечно, смертные грехи тяжкие. Уголовные преступления, преступления на религиозной почве, такие вещи, как убийство, изнасилование, кража. Простительные грехи не настолько тяжкие. Несоблюдение религиозных обрядов, не сходить в церковь в воскресенье был бы простительным грехом. Или в былые дни таким грехом было употребление мяса по пятницам. Минуточку. Этот ваш Бог посылает вас в чистилище, если вы по пятницам ели мясо? Да, но сейчас уже нет, не посылает с начала шестидесятых годов. Но если мы ели мясо по пятницам до начала шестидесятых годов, нам посылались беды. В самом деле, именно так. Ну а что же случилось в начале шестидесятых годов, что этот грех перестал больше быть грехом? Римский Папа объявил, что это уже не грех. Понимаю. И этот ваш Бог, он принуждал вас поклоняться ему ходить по воскресению в церковь под страхом наказания. Да, непосещение мессы считается грехом. И если ты не исповедуешься, если ты умираешь с этим грехом в душе, тебе придется отправиться в чистилище. А как же ребенок? Ведь это невинное дитя не знает всех этих правил, по которым Бог любит его. Но если ребенок умирает до того, как его окрестили в веру, то этот ребенок отправляется в Лимбо. Куда отправляется? В Лимбо. Там не наказывает, но это и не рай. Это ну просто Лимбо. Ты еще не можешь быть с Богом, но по крайней мере тебе не придется отправиться к дьяволу. Но почему это прекрасное невинное дитя не может быть с Богом? Ребенок не натворил еще ничего плохого. Это так, но ребенок еще не был крещен. Не имеет значения, насколько безгрешны или невинны дети, как и вообще люди в данном случае. Чтобы попасть в рай, им надо быть крещенными, иначе Бог не примет их. Поэтому так важно окрестить своих детей, как можно раньше после рождения. «Кто тебе это сказал? Бог через свою церковь». «Какую церковь?» «Через святую римско-католическую церковь, конечно. Это церковь от Бога. И если ты католик, а побывал в другой церкви, то это тоже грех». «Я-то думал, что грех не ходить в церковь». «И это грех. И грех ходить в неправильную церковь». «А что такое неправильная церковь?» «Любая церковь, которая не является римско-католической. Нельзя креститься в неправильной церкви, нельзя венчаться и даже посещать другую церковь. Я это точно знаю, потому что когда я был молод, мы с родителями хотели пойти на свадьбу моего друга, и меня даже попросили быть на этой свадьбе свидетелем. Но монахини сказали, что мне не следует принимать приглашение, потому что это была неправильная церковь». «Ты послушался их?» «Монахинь?» «Нет, я счел, что Бог, ты, непременно и охотно присутствует и в другой церкви, как и в моей, и я пошел. Я стоял в алтаре в своем смокинге и прекрасно себя чувствовал». «Хорошо». Ну что ж, давай теперь посмотрим, что мы имеем. У нас есть рай, у нас есть ад, у нас есть чистилище, у нас есть лимба, у нас есть смертный грех, у нас есть простительный грех. Есть ли что-нибудь еще? еще есть конфирмация, причастие, исповедь, есть изгнание нечистой силы и соборование, есть не торопись. Есть святые покровители и церковные праздники, в эти дни мы обязаны ходить в церковь. Снова мы перечисляем, что вы должны. А что будет, если этого не делать? Это грех, и ты отправляешься в ад. Но если ты умираешь с таким грехом, то ты отправляешься в чистилище. Поэтому так важно ходить на исповедь и делать это как можно чаще. Некоторые люди ходят раз в неделю, другие каждый день. Таким образом они могут полностью рассчитаться с прошлым, сохранить свою репутацию безупречной, и если им придется умирать... Что же получается? разговор о жизни в постоянном страхе? Да, видишь ли, цель религии состоит в том, чтобы привить нам страх перед Богом. Тогда мы будем вести себя правильно и сможем устоять против искушений. Ого. Допустим, что ты все-таки совершаешь грех между исповедями, а потом происходит несчастный случай или что-то подобное, и ты умираешь. Что тогда? Это нормально, никакой паники, просто необходимо соборование. О, Бог мой, я искренне раскаиваюсь в том, что обидел тебя. Ну, ладно, ладно, довольно. Постой, ведь это только одна из мировых религий. Не хочешь ли ты взглянуть на другие? Нет, я имею представление. Но я надеюсь, что люди не подумают, будто я просто высмеиваю их верование. Ты на самом деле не высмеиваешь их, просто говоришь все, как есть. Это напоминает то, что обычно говорил американский президент Гарри Троман. «Устрой им ад, Гарри!» кричали люди. На что в таких случаях Гарри говорил. «Я не устраиваю им ада. Я просто точно их цитирую. И уже это воспринимается как ад». И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. субтитры